Продолжение следует... — Я пьяный просто. — Пьяных хефицов не бывает. — Бывают. Надо просто очень мало выпить и всё. — Сегодня у нас шаблонная тема, так сказать. Жизнь по шаблону. Её придумал у нас Саша. Он всегда приносит какие-то странные темы. Они такие странные, что... Пускай она сама расскажет. Что за тема у нас? — Тема, да. Тема, с одной стороны, странная, с другой стороны, отнюдь. Как говорил покойный Гайдар. Жизнь по шаблону. Почему мы все, за очень редким исключением, живём одинаково? Мы ходим в детский сад. Все. — Ужас. — По окончании детского сада мы все, как говорят некоторые люди, поступаем в школу. — За деньги. — После школы... — Сейчас уже за деньги. — Мы почти все... Раньше это было так, по крайней мере. Поступаем в институт. — За деньги. — Потом мы почти все женимся, работ и так далее. — За деньги. — И умираем за деньги. — За страшно большие деньги. — Можно, наконец, я что-нибудь скажу уже? — Наконец-то надо. — Наконец-то надо. — Но самое главное, что существует, и не зря, видимо, существует выражение, не хуже, чем у людей. — Ой, жёсткое выражение. — Чаще всего это звучит почему-то из женских уст. Ну, понятно почему. Уст хранит не с очага. — И мы прекрасно понимаем, что оно означает, да? — Меня он нервирует. — Не хуже, чем у людей. Нам оно может нравиться, не нравится, но это часть нашей жизни, часть нашей, пардон, ментальности. По крайней мере, это было раньше. Сейчас, не знаю, в той ли мере существует, что и раньше. Вопрос. Но это было. И это, на мой взгляд, является жизнь по шаблону. Вот именно это. Это сдерживает нас от поступков, которые в нас живут, потенциальные поступки, желания. Мы не можем иной раз что-то сделать такое, что очень хочется, именно потому, что это не вписывается в привычное русло. Мы не можем не то, что изменить жизнь резко в какой-то момент, хотя готовы к этому. Мы не можем сделать гораздо более прозаичные вещи. Именно потому, что шаблон тянет нас за собой. Вот такая история. — Ну, ты знаешь, шаблон вообще у животных есть. Они тоже живут по шаблону. В одном стадии так принято. Чистить банан, например, в стадии обезьян, в другом, это принято по-другому. Собственно, так говоря, шаблоны существуют, по-моему, в принципе, в любом животном мире. Это оно уравнение суток, мне кажется. Но доктору мне, он скажет. — Я вообще потрясен. Я даже не знаю. Можно я с самых основных начну? — Кто кого тряс? — Да. — Прошу вас. — Саш, скажи, пожалуйста, вот то, что электрон вращается вокруг атома, это жизнь по шаблону. — Это меня страшно возмущает. — То есть не вокруг атома, а вокруг ядра. — Что во всех электронах вращаются. Я бы хотел, чтобы вращалось только в части. — А меня бесит, что мы все вращаемся вокруг Солнца. Хоть ты уже поймаете Солнце, набить ему морду. Пусть оно вращается вокруг нас. — Я вообще, я просто вот, понимаете, Саш, я правда потрясен. Ну, как тебе сказать, что я потрясен совершенно. — Да, и чем? — Я вот, я сейчас все скажу. — По шаблону живет весь мир. Ты можешь этого не хотеть, тебе это может быть противно. По шаблону живет весь мир. Он так устроен. Тебя, собственно, не то волнует, как я понимаю, что мир живет по шаблону. Тебя волнует, что ты это осознаешь. Если бы ты этого не осознавал, тебя бы это и не волновало. И вот в этом смысле, кстати, ты выходишь на очень интересную тему, как мне кажется, которая заключается в том, что все, что происходит с человечеством, ну, не все, но очень многое, связано с его истеричными попытками перестать жить по шаблону. Вот людям просто надоедает платить дань суверену, ходить пахать поле, ходить к станку, ходить в один и тот же кабак, получать одни и те же деньги, носить одну и ту же одежду, жить в одном и том же месте, встречаться с одними и теми же людьми, называться одним и тем же словом. И когда этот человеку надоедает, начинается восстание. Потому что, как известно, идеи носятся в воздухе и портят его. Никогда в жизни идея одного человеку не пришла в голову. Она приходит сразу в массе идей. А идеи вот такие, связанные с эмоциональным накалом, тем более. И вот папа, я тебе рассказывал уже, он говорил очень интересную вещь, что есть только два заблуждения. Никогда не менять своих убеждений. И менять их каждый день. Каждый день это сильно. Ну вот, да. А вот эта периодическая смена убеждений, она необходима, она нормальна. И связана она с тем, что человеку страшно надоедает жить по шаблону. Абсолютно. Он вдруг начинает ненавидеть себя за то, что он находится в определенных привычных рамках, которые ему страшно надоели. Но это что же получается? В смысле, что же есть шаблонность? Совершенно верно. Это другой вид шаблона. А анти-шаблон. Совершенно верно. Я только хотел сказать, что борьба с шаблоном – это тоже шаблон. Вот я живу по второму шаблону. Мне все время не нравится что-то. Я меняю прическу, сбрею бороду, отращу бороду. И это тоже шаблон. И мне, честно говоря, бывает скучно смотреть на людей. Вот у меня есть знакомый, он каким был 30 лет назад собакой, он сейчас точно такой же. Только он еще не что-то те же самые, что они тоже саморубашки. Значит, ему не скучно жить по шаблону. Я согласен. Я ему не об этом не говорю, я говорю это себе. Просто я так не хочу. Вот ты не хочешь, а основное большинство людей хочет. Их это устраивает. И это нормально. Ну, я имел в виду не только это. Я имел в виду, что шаблон, жизнь по шаблону делает некоторых из нас несчастными. Правильно. И в силах переломить эту традицию. Если все, как бомбики, после института, после вуза идут в институт, то человек тоже идет. Хотя это вообще не для него, например. Ну, правильно. Ну, правильно. Он был бы несчастлив, если пошел работать автомехаником, для чего он рожден. Но в этом все, кого жизнь по шаблону делает несчастными. А их меньшинство. То есть их может быть и большинство, но осознают, что они несчастливы и меньшинство. Так вот все, кого жизнь по шаблону осознанно делает несчастными, делятся на две группы. Те, кто находятся в силу изменить всю жизнь, и те, кто не находят. Ну, это очевидно. Ну, так вот и все. Причем те, кто находят в себе силу изменить свою жизнь, их опять же меньшинство. Совершенно ничтожное. А ты знаешь, как говорится, бытие определяет сознание. То есть так принято в том или ином обществе. Потому что, вот смотри. Вот об этом я печалью. В нашем теперешнем обществе, теперешнем, которое сложилось за последние 80-90 лет, то, что Саша сказал, принято сперва пойти в садик. Ну, не все ходят в садик, но многие, большинство. Но все идут в школу, и самое главное, все потом зачем-то должны идти в вуз. С чего я категорически против, после чего я постоянно восстаю. Я считаю, что человек, закончив школу, должен какое-то время работать. Как-то принято в американском, предположим, обществе. Потому что, ну, вот это вот то, что принято и надо идти в вуз, а человек не понимает, куда ему надо идти. Он просто обязан туда пойти. Это называется осознанность поступков. Ну, а то, что принято работать после школы, это не шаблон? Послушайте меня. Нет, он должен понять, куда он должен пойти. Ну, это тоже шаблон. Люди. пытается там заключаться. Осознанность поступков. Ну, правильно. И неосознанность оных. Хорошо. Осознанность поступков – это шаблон? Осознанность поступков – это не шаблон. Почему? Это шаблон для тех, кто вас узнает. Ёль, у нас сейчас не терминологический спор. Но он все туда упирается. Нет, никуда, ни во что не упирается. Жизнь по шаблону – понятно, что такое. Нет. Она не предполагает осознанность поступков. Да вовсе нет. Она не предполагает после школы задуматься, что тебе нравится, поработать там, сям. Ты не прав, Саша Ты не прав Люди, которые осознают свои поступки Тоже страдают от того, что они живут по шаблону Шаблон другого масштаба может быть Другого масштаба Но это все равно Но на уровне блохи ее оргазм Он может быть очень сильным Я хочу Разумеется На твоем уровне он, конечно, более сильный Но на уровне блохи ей хватает Так вот, человек, люди, вот эта группа интеллектуалов Интеллектуалов Ты видел какую-нибудь группу интеллектуалов? Вот я видел группу интеллектуалов Вот 10 человек, да, собираются по пятницам Читать на английском языке Стихи рыцарского века Друг другу Группа интеллектуалов Такая интересная группа интеллектуалов Мы же тоже живем по шаблону с тобой Мы каждое воскресенье собираемся и пишем Один и тот же чай пьем Нет Ну как это нет? Это наш шаблон Нет, это только внешне выглядит Я говорю о глубинных шаблонах Что такое глубинный шаблон? Юра, мы совершенно осознанно А, то есть глубинный шаблон Это шаблон неосознаваемый Именно Он про десознательное говорит Именно Слава Богу, что спустя всего 10 минут Они 45 Прости, но я тупой, да у меня долго доходит Я тебе про это и говорю Но люди не страдают от неосознаваемых шаблонов Можно один небольшой пример? Они страдают, но не понимают всю жизнь, почему Совершенно верно Смотри, я маленький небольшой пример Вот, наверное, к теме Саши Я думаю, что я правильно ее сразу уже понял Скорее всего Вот смотри Есть люди Девочки и мальчики Которые женятся и начинают жить Потом, говорится, они осознают через какое-то время Что это было просто, говорится, либидо у них И они начинают жить дальше по шаблону По привычке Я тебя тут же прерву Кто это осознает? Многие осознают Многие даже сидят и мучают Очень многие Очень немногие С открытием соцсетей Это показывает, что огромный процент осознает Только они выливают это туда Они друг другу это не говорят Это мизерно Кто пользуется соцсетями? Это мизерно Послушай, дело не в количестве Но говоря о количестве, ты не прав Почему? Вот тебе надо Мизерное количество людей вообще понимает, что происходит Нет, не мизерное На этом уровне, на уровне личного несчастья Маленького такого или очень большого Уже не мизерное Да мизерное абсолютно Я тоже тебя огорчу Ну мы просто вращаемся в разных кругах, очевидно Вы вращаетесь в кругу людей осознающих А я, например, как доктор Я, например, вижу, что огромное количество людей вообще ничего не понимает Никто они, ни что с ними происходит Никто их родители, никто они сами Вообще, да, они страдают Но прости, пожалуйста, точно так же страдает амеба Которая живет в капельке воды, в которую бросили кристалл соли Значит, если они не страдают, может быть, мы не о них тогда говорим И пусть закончат Андрюш Честно говоря, действительно, мне их не жалко, раз они не страдают Ради бога Они страдают, они не понимают от чего Потому что они вообще ничего не понимают Это называется массой Вот это вот 90% живущей на земле биомассой Испытывают страдания, безусловно Но если ты им скажешь, Саша Что они страдают от шаблонности своей жизни Они рассмеются тебе в лицо Они скажут, что они страдают от того Что у них, значит, кран протекает на кухне Низкая зарплата Что начальник сволочи, жена шлюха Что сын дурака, сосед падла Вот что они тебе будут говорить Но это не значит, что Не это истинная причина Это не истинная Мы с тобой только что сказали, что это не истинная причина Мы с тобой только что сказали, что на самом деле Они не понимают, что страдают они от того Что они не личности А безличные винтики Ну просто личностями, видимо, созданы не все Слава тебе, Господи, приехали Еще раз повторю Осознанность шаблонности своего бытия Свойственна единицам И эти единицы, Саша Начинают против нее бунтовать Теперь внутри вот этой группы бунтующих, Саша Представь себе Есть люди, которые бунтуют по шаблону Это геи, например Которые думают, что они бунтуют против ищемления своих прав А на самом деле они бунтуют Они хотят один шаблон свинить другим Вот тут очень удачно Я хотел бы сделать в клинку, чтобы вас увести от словесного поноса А был понос? Да, жуткий понос Словесный? Диорея такая была То есть я хотел бы уйти от этой диореи маленечко к другому У нас физиология такая сегодня Да, 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 к сожалению Просто дело в том, что мы уже в прошлый раз в нашей программке говорили о гей-параде Об этом, кстати, о гей-митинге или как это назвать, не знаю И было очень много откликов Гей-акции Гей-акции Да, было очень много откликов Я, наверное, обращу только на один внимание От нашей постоянной слушательницы из Нидерландов, из Голландии От Ольги Васильевой Вот что она пишет И я почитал это интересно Потому что вложится то, что ты сейчас говорил Спира предыстория Дело в том, что там они спира с Сашей маленько спорили То есть кто прав, кто виноват Он привел ссылку корреспондента Елены из «Новой газеты» Которая как раз рассказывала о том, почему она пойдет на гей-парад Она там долго рассказывала Которую ударили Которую ударили, да Она рассказывала о том, что она просто хочет жить со своей девушкой Так же, как нормальная пара Они хотят зарегистрироваться И взять на воспитание ребенка Да Вот, и в этом обсуждении вот это больше всего возмутило вот это поступком Елены Вот что она пишет Почти Елене мне не понравилась одна вещь То, что она говорит о детях Это совершенно безответственно и жестоко Пожалуйста, пусть живут как хотят, с кем хотят И делают что хотят Но ребенок выбора не имеет И если в его семье папа и мама одного пола Это совершенно нехорошо для него Я сейчас не о правах и не правах говорю О том, как ребенок будет жить в обществе, неприемлющем такие вещи А в России, уверенно, пройдут века, прежде чем люди поймут, примут это как должное Никогда не примут люди это как должное Дело не в этом А как полагают эти девушки, будет их ребенку среди других Я не говорю сейчас даже о том, что любому нормальному ребенку Для нормального развития в семье нужны одинаковые мужчины и женщины Ну и собственно говоря Не одинаковые, нужны одинаково мужчина и женщина От которых он получает жизненный опыт Но сама ситуация, извините, это совершенно нехорошо для ребенка Даже здесь, в толерантной земле, она говорит о Голландии Если никто и не говорит и не осуждает публично подобные пары То за глаза говорят с пренебрежением Хотя не посмеют в силу официальной толерантности осудить вслух Поэтому я хочу сказать Желаю инако полы срыть сами по себе, как им нравится, их дело ЗАГС, да куда угодно Но дети нет, извините, это просто безответственность Нежелание думать об их судьбе Но я еще дальше иду, чем кто там Оля Васильев Я еще иду дальше, потому что я и против ЗАГСа тоже Но сейчас одну секунду Давайте мы, так сказать, элемент, так сказать, бардака из рассуждения уберем Итак, по первой части По первой части я хочу промежуточные выводы Промежуточные выводы, да? Все люди страдают от шаблонности бытия Все Просто понимают, что страдают именно от шаблонности бытия Единицы И стало быть, единицы против этого и бунтуют Остальные бунтуют против жены-шлюхи, протекающего крана Шумного соседа, мента Я не знаю, власти, невласти, чего угодно Не понимая, что на самом деле их раздражает и выводит из себя Жуткая шаблонность, безличностность, антииндивидуализация их жизни Понимают это? Подчеркну, единицы Вот эти единицы бунтуют Осознанно бунтуют Они хотят поменять шаблон Но странно Вместо этих лозунгов Мы видим их по совсем другими лозунгами Одни бунтуют якобы за права животных выступают Другие выступают за права геев Третьи выступают за права курильщиков Четвертые выступают за права наркоманов Почему же они не выйдут на улицу Под тем лозунгом, который действительно в их головах Я протестую против шаблонности жизни Да потому что они знают, что с этим сделать ничего нельзя Почему я сейчас привел этот пример еще тоже, Ольга Потому что она как раз сказала, что они хотят Ну, выходит для того, чтобы образовать шаблон Чтобы создать шаблон такой же Пойти в ЗАГС Совершенно верно То есть им нужен все равно шаблон Они хотят ЗАГС это шаблон Совершенно верно Они хотят меньшинство сделать большинством Да Это тоже шаблон Тоже шаблон Зачем? Почему? В иудохристианской цивилизации принято Что пукать за столом нехорошо Ну, принято так Этот, так сказать, постулат можно оспаривать Я охотно верю, что могут идти с людьми, которые скажут Че это нехорошо Хочу и пукну Что естественно, то и безобразно Но сегодня в нашей цивилизации принято за столом во время еды Не выпускать дурные газы Точно так же принято, что браком В рамках нашей цивилизации называется союз мужчины и женщины Да И вот совершенно правильно пишет Александр Архангельский Что надо позволить, безусловно, однополым парам жить вместе И регистрировать их отношения Но не называть это браком А называть это совместным ведением хозяйства Я с ним полностью согласен То есть разделить это, придумать какой-то юридический термин Два человека хотят вести совместное хозяйство Жить в одном доме Чтобы он им принадлежал поровну или в каких-то долях То есть это не семья Это совместное ведение хозяйства Ради бога А вот дети, я категорически Я просто как врач категорически протестую Я почему присоединился Не в том дело, не потому я протестую Что когда дети живут в семье, где мама и папа женщина Или мама и папа мужчина Не потому я протестую, что этот ребенок тоже станет гомосексуалистом Это чушь собачья Гомосексуалистом рождаются, а не становятся Я протестую только потому, что этот ребенок получит тяжелейшую психологическую травму В раннем возрасте Я просто хочу к этому еще добавить Тут вещь, что я писал там тоже, Ольге, в комментариях Что дело в том, что ребенок Это же программируемый компьютер Он снимает модель общества себе Как на пасхозу Это шаблон, ты понимаешь? То есть Дело в том, что он не станет геем Но у него будет неправильная Сформирована психика Абсолютно Он будет дезориентирован совершенно Это чревато жуткими Жуткими последствиями для него Если бы было, предположим, сразу же брать ребенка Диагностировано как гей тоже, грубо говоря Молодец Вот это было бы правильно Мы сейчас Вот медицина же развивается Тьфу-тьфу-тьфу Даже в России медицина развивается Вот я совсем недавно прочел статью на сайте Ньюзруком Что американцы или австралийцы кто-то Установил наконец Что гомосексуализм связан с дисбалансом серотонина То есть стойкое нарушение выработки серотонина приводит к тому Что особь перестает различать пол другой особи Ей становится все равно Но это бисексуал скорее, если все равно Нет, бисексуальны мы все Наше тело от природы приспособлено для бисексуальных отношений Для чего это сделано? Я могу сказать Это сделано для того, чтобы природа могла реализовать гомосексуальный механизм Он же необходим природе для того, чтобы прервать размножение в данной конкретной порочной ветви Природа, чтобы прервать размножение в данной конкретной порочной ветви Использует гомосексуальный механизм Кстати, в мире животных гомосексуализм тоже есть Да, конечно Теперь вот как отличить все-таки гомосексуализм болезнь или нет? Конечно, болезнь. Сегодня, пока мы не знаем еще точно и тонко, в чем она проявляется, мы грубо видим, что это наследственный дисгромоноз какой-то. Но ведь, простите, совсем недавно мы не знали, что такое болезнь Альцгеймера. Вот сейчас появилась и шерихия коли, новая бактерия. Все знают про эту эпидемию в Европе. Вот, пожалуйста, еще одна новая болезнь. То есть мы скоро установим, обязательно мы скоро установим, что такое гомосексуализм в смысле диагноза. Но лично мне давно ясно, и человечество к этому подходит, что гомосексуализм – это заболевание, при помощи которого природа прекращает размножение в пределах данной ветви, данного рода. Вот и все. И что? И что? Значит, я возвращаюсь к теме нашего разговора, Саша, что даже те люди, которые понимают, что мучает их ни сосед, ни жена, ни мент, ни власть, а мучает их то, что они вынуждены жить по шаблону, и даже те люди, которые начинают против этого протестовать, протестуют не против этого, а используют предлоги некие. Выражают протест против шаблонной жизни через другой протест. Может, и он. Канализируют его в микропротест. Знаешь, мы против фашистов, мы против геев, мы против евреев, мы против техно-против линок. Но как можно противодействовать как абстрактной идее? Молодец, замечательный вопрос. Не знаю, спокоит реальные воплощения. Отвечаю. Ну, это мое мнение, естественно, я никому никаких рецептов не даю, это мое мнение. Но практика моего психотерапевта показывает одну простую вещь. Сделать что-то человек может только с самим собой. Ни с окружающим миром, ни с женой, ни с другом, ни с начальником, ни с соседом, ни с властью, только с самим собой. И в этом смысле я хочу сказать, что любой протест бессмысленен. Кстати, в этом плане начиналась перестройка. Горбачевская началась на чемпище только с себя. Любой протест, то есть, я неправильное слово, не бессмысленен, он работает как клапан, он выпускает пар. Я скажу так, он ложноцелен, он направлен по ложному пути. Любой протест является отражением нереализации глобальной идеи, которая называется самосовершенствованием. Человек, который привык с молодых ногтей или с юности, или с какого-то, ну, уже зрелого, но молодого относительно возраста, человек, который понял, что изменить мир можно только путем изменения себя, никогда не пойдет ни на какие демонстрации. Ну, если они не вызваны только каким-то эмоциональным чувством. Скажем, в Париже там убили там какого-то парня, и весь Париж выходит, да? Это понятно. Это возмущение, гнев. Ну, демонстрация, может быть, она не массовая, а демонстрация одного человека. Ну, хорошо, одного человека, да? Но если отрешиться от эмоционального порыва, а думать, думать, вот думать, да, то понятно, что протест любой бессмысленен. Он просто клапан. Он ничего не меняет по существу. Вот и тут... Он один шаблон заменяет другим. Кому надоело жить по шаблону, меняйте себя. Юр, вот и тут я хочу обязательно добавить, то, что я хотел чуть раньше, но сейчас просто хорошо все ложится. Дело в том, что то, о чем сейчас ты говоришь, основное направление, наверное, решается интеллектом. Интеллектом. Да. Но дело в том, что есть люди, которые как раз имеют хороший интеллект, они как раз не хотят протестовать. Они используют тех, кто интеллект чуть поменьше. И они выводят их на эти демонстрации. Но это третья тема, Андрей. Нет, нет, это красная тема. Потому что использование вот этого шаблонности в своих целях. Это не шаблонности, это использование протестных настроений населения в своих целях. Я ни капли не сомневаюсь, что те, кто обслуживают властные структуры в большинстве стран, достаточно умные люди, чтобы реализовать этот твой тезис. То есть они используют протестное настроение масс в своих целях. Но об этом говорить, это совсем-совсем-совсем, так сказать, можно сказать, с рукой. Я просто хочу сказать, что шаблоном является прежде всего сам человек для себя. Ну это однозначно. И вот в этом смысле надо посмотреть, вот моя жена сейчас уже в Канаде сколько, три недели, да? Она мне пишет, как страшно, разительно в этом смысле отличается западное общество от нашего. То есть там есть все условия для того, чтобы человек в любом возрасте поменял шаблон своей жизни. Там люди идут учиться в институты в зрелом возрасте. Им для этого созданы все условия. Люди меняют профессии. Люди меняют, так сказать, место жительства. Люди меняют весь свой внутренний мир, свой. Понимаете? И там для этого созданы все условия. Потому что они этого хотят. Да, западное общество говорит человеку. А здесь другой шаблон здесь не хотят. Делай с собой все, что ты хочешь при том условии, что это не ущемляет свободу рядом живущего человека. Да, но у них просто так принято. А здесь принято по-другому. Вот человек в России хочет поменять себя. Его возможности крайне ограничены. Особенно если он живет не в Москве и не в Питере. Если у него нет денег. Государство никак не способствует этому. Юра, это Восток. Совершенно верно. Чем дальше на Восток, тем сложнее поменять себя. Я согласен. Но почему ты так говоришь? Потому что я хорошо знаю Восток. Ты понимаешь, йоги меняют себя? Йоги это не Восток. А кто это? Йоги это йоги. Это отдельно взятые индивидуальные направления. Это к Востоку, к общему. Это не Восток? Нет. Хорошо, и Китай не Восток? Китай. Кто там меняет себя? Даосы. Люди, которые в Шалинском монастыре, они меняют себя? Ты путаешь отдельно взятые группировки с основной массой людей. Поменять в основной массе в Китае или в Японии. Ты имеешь в виду в государственном смысле? Конечно. Нет, у нас в России тоже дофига люди, которые меняют себя группами. Да, все, я понял. Есть ивановцы всякие там и так далее. Все, я понял, пардон. В государственном смысле вы правы. Чем дальше на Восток, тем больше дров. Совершенно верно. Поэтому вот и что. Тем больше вот эта закомплексованность, я не знаю, как дарить. Шаблонность может быть какая-то, традиционность. Традиционность, да, традиционность. Традиционность, да, совершенно верно. Уважение к традиции, сложившимся. Да, да, да. И чем глубже, тем серьезнее. Соглашусь. Плохо ли это, не знаю. Это так, как есть. Но есть общество, где это совмещено. Не зря же говорят, что в Великобритании власть традиций крайне высока. Но в то же время государство, в Великобритании, опять же, предоставляет человеку максимальные возможности для изменения своей жизни. Да? Для того, чтобы учиться, менять профессию. Но ведь и то. То, что ты хочешь поменять, ну садись и езжай в другую страну. Какая проблема? То есть, кто хочет поменять, а кто не хочет, он остается в их традициях. Ну так я об этом и говорю. То есть, ух ты, русский шаблон. Это не русский шаблон. Это во всем мире. Человеку не нравится жить в какой-то стране, потому что там не потому, что ему там неуютно, потому что там политика притесняет человеку. Андрюша, ты видишь разницу между отъездом из России в Германию и между отъездом из Германии в Испанию? Уже лет 20 не вижу. Ну ладно тебе. Лет 20 не вижу. Что сделать русский человек, чтобы наигрировать в Германию? Собрать чемоданы в Европе. Да прекрати ты, Андрюша. Какая проблема? Ты что, хочешь сказать, что ему так же легко, как немцы, в Испанию переехали? Нет, с тех пор, как стал Евросоюз, нет. Но до того было точно так же. Да ладно тебе. Да точно так же. Ну хорошо. Точно так же надо было получить гражданство. Окей, оставим. Зачем? Что за глупости? Какое гражданство? Да ты можешь, русский, жить без гражданства? Купи себе квартиру в Чехии, в Германии, живи на здоровье. Какая проблема? Это ты не нарушаешь между законами. Наша жизнь устроена так, что мы обрастаем таким количеством коренных, лишних, ненужных, ужасных, свинцовых связей и отношений именно в силу дикой шаблонности, неповоротливости нашей жизни государственной. Жизнь каждого из нас устроена так, что у нас здесь все ненормально. Мы не можем отрегулировать свои взаимоотношения с родителями. Мы не можем отрегулировать свои взаимоотношения с работодателем. Мы не можем отрегулировать свои взаимоотношения с женой, с родственниками. Не можем. Ты говоришь о той мастер, которая и не хочет никуда ехать. А кто хочет ехать, ехать. Ему все равно очень тяжело. Ему это Юра говорит о внутригосударственном тренде, о том, что он превалирует в обществе, о том, как воспитано большинство людей. Они воспитаны именно так. А самая главная причина – они не находятся в согласии и понимании внутри себя. Отсюда непонятности с властью и со всем тем, что Юра только что перестанет. Вот смотри, вот такой очень странный пример. Сегодня утром я просто слушал новости. И там забыл, из какой мусульманской стороны команда совершенно странный поступок с точки зрения одних людей. И нормальный с точки зрения других. Они вышли, им запретили играть в женской команде, играть в паранже. Им запретили, потому что это ненормально на футбольном матче. Они вышли, спели национальный гимн и ушли, не снят в паранже. Они считали поражением, но они выиграли. В одном смысле, в другом смысле. С одной стороны, с одной стороны, вы начинаете играть в футбол, но у них есть восточная традиция. Да, она оказалась сильнее для них, нежели иная. Вот поэтому, о чем говорю сейчас я. Когда ты живешь на востоке, ты ходишь в паранже нормально. Приехав во Францию, ты не должен ходить в паранже и не должен там бороться. Конечно нет. Так вот я про это и говорю. Где кто не хочет жить по шаблону, который в России, на востоке, еще где-то, езжай в Америку, во Францию, еще куда-то, живи по тому шаблону. Правильно. Я поэтому не вижу, какая проблема, взять чемодан и поехать жить по другому шаблону. Ну, Андрюш, мы же не говорим, не об этом мы говорим. Мы говорим просто о самом факте шаблона нашей жизни. Шаблон есть в каждой стране. А в нашей жизни, в жизни человека. Все правильно. В жизни человека вообще. Просто вот если говорить о российском шаблоне, о чем говорил Юра, никаких проблем. Если тебе тесеный шаблон, выбираешь себе другой. Андрей. Андрюш, кто-то так делает, решает, кто-то нет. При прочих равных, в большинстве случаев, с самого раннего детства, жизнь российского человека устроена так, что у него складываются совершенно патологические отношения с роднёй, друзьями и начальством. Не всегда. Я сказал, в большинстве случаев. Эти отношения, в большинстве случаев, мешают российскому гражданину быть столь же лёгким на подъём, как гражданин не российский. Мы же знаем, причин нет. Знаю бы ты, как мешают предыдущие 50 подкастов. Знал бы ты, как мешают жителю Китая его шаблоны, его зарубежные семьи. Знал бы ты, как мешают жителю Китая его шаблоны, его зарубежные семьи. И поэтому он так же мобилен, в кавычках. Я не говорю, что у вас, как это восток. В этом смысле Россия полный восток. Абсолютно. Поэтому, значит, ещё раз, да, ребят, вот смотрите. Давайте мы какой-то консенсус, да? Значит, жизнь по шаблону, увы, это неизбежность. Можно протестовать сколь угодно. Солнце тоже живёт по шаблону. Восходит на востоке, заходит на жаду. Мы как бы договорились, да, что абсолютное большинство людей не понимает, что их на самом деле бесит, да? Второе, мы договорились, что те, кто понимают, начинают протестовать, опять же, не против того, что является корнем их бед. Правильно? И стало быть, ну, опять же, цократовский вывод. Познай себя. Себе разберись, человек. О протестантах я тебе хочу очередной раз прервать. Себя пойми, что тебя, что... И если ты поймёшь, что ничто тебя не раздражает так, как ты сам... Правильно. Как и все наши подкасты сегодняшние, опять свелся к тому, чтобы в нас была личность. Ну, совершенно верно. Вот еще здесь, да, я прерву на Кэнсхейфице. Дело в том, что... Ну, это вот я не получится. Получится легко. Дело в том, что я хочу вам предложить выпить. Вчера был для меня лично грустный день. Если мы говорим о шаблонах, вчера умер великий человек, разорвавший шаблон. Вчера умер Джек Кераркян. Вот это великий человек, собственно говоря. Покой его душе. Да, и поэтому, соответственно, если мы говорим о шаблоне, вот этот человек, который именно совершил революцию внутри себя, который... Внутри не себя. Который рвал шаблон. И, собственно, нам, считай, что пытался приблизить будущее. Это будущее то, что он пытался делать. Возможно. И помог совершить революцию внутри других. Я поэтому предлагаю просто немножко выпить за этого человека чаю. Да, не чокаясь. Не чокаясь, да. Доктор, мы с вами. Мм, пока нет. Да, да. Мысленно. Мысленно. Вот. И, может быть, уже оставив вот эту вот скорбную часть по поводу шаблонов во всех мыслях этих, перейти малечко к другому шаблону. Другому. Да, потому что мне вот что хотелось бы тоже к шаблону, опять же, приклеить такую систему, не систему, а то, что хотят нас сейчас в России, точнее, опять же, я не знаю, как-то сформулировать. У нас пытаются якобы бороться с порочными поступками. Так это тоже шаблон. Да. Что за предкурение? Я за предкурение, да. Или легализацию легких наркотиков? Да нет, не легализация легких наркотиков. Нет, она будет обязательно. Я про другое говорю сейчас. Вот именно как раз я хотел бы о запрете борьбы с курением сказать. Как о запрете борьбы? О запрете борьбы. О запрете борьбы тоже шаблон. Это сильно. Мне понимаешь, как раз вот очень в этом плане маленечко и веселит, и удручает те методы, которыми пытаются бороться у нас в России с курением. Для начала у нас развешивают какие-то странные плакаты по городу. То ребенка сигареты тушат, то там вены режут сигареты тоже, то еще что-то такое. Потом сейчас вот другая история. С одной частью я согласен, с другой не согласен. У нас хотят запретить, предположим, курение в общественных местах, в кафе и так далее. Кстати, в многих странах это запрещено. И я считаю, что это тоже не совсем правильно. Ущемлять права одних людей в угоду другим некурящим невозможно. Нужно идти другим путем, я считаю. Вот я считаю. Если мы говорим о запрете курения в публичных местах, то надо просто делать кафе для курящих и для некурящих. Вот и все. То есть сделать кафе, их может быть меньше кафе для курильщиков, где люди будут просто курить. И на них висит сигарета. Человек видит, что здесь курит, просто туда не заходит. Вот мы сидим в кафе и пишем в кафе, в котором в принципе априори не курят. Ну а что? Это, кстати, оригинальная хорошая мысль. Ну подождите, господа. Почему-то я впервые услышал, как и сейчас. Минуточку. Вот есть кафе «Красный рак». Да. В нем готовят прекрасные блюда из каких-нибудь морских гадов, да? Я хочу в него пойти, но я курящий. Минуточку. А там написано «Не курить». Значит, я что, никогда в это... Минуточку. Я что, в это кафе никогда не пойдешь? Пойдешь и потерпишь. И потерпишь, да. Все. Точно так же терпишь самолет, когда летишь. А есть кафе, где тебе не нужно терпеть? Вы, господа, просто, наверное, никогда не курили. Ну, не считая мои 27 лет курения. Ты разве не помнишь, какие муки вообще может испытывать? Кстати говоря, Саша, чтобы ты знал, на фоне этой обстиненции можно умереть. Можно. Чтобы ты знал. И, кстати говоря, я в своей врачебной практике знаю несколько случаев, когда люди умирали на высоте обстиненции. Нет, в этом плане я еще могу сказать другое. Я просто тоже не закончил. Это очень сложный вопрос. Это не закончил. Это первая часть была. То есть делать раздельные кафе. Вторая часть. Надо бороться не с курильщиками каковыми, а с владельцами кафе, которые просто не могут наладить нормальную систему вентиляции. Потому что, во-первых, я просто поражаюсь системе безумства, по которому у нас выстраивают курящие-некурящие залы. Потому что очень часто, предположим, зал был двухэтажный или там двух, скажем так, ну просто два зала. И первым всегда идет зал для курящих, а для некурящих идет вторым. Чаще всего. То есть человек некурящий должен пройти сквозь слой курящего зала и пойти в некурящий зал. Естественно, многих, вот я постановлю людей, у которых аллергия и так далее, их просто, в принципе, выталкивают сразу из кафе. Не говоря уже о том, что просто во многих кафе, даже сидя в некурящем зале, очень тяжело, потому что очень плохо налажена вентиляция. То есть вот это все решаемые вопросы. И система борьбы с курением, потому что я все равно не считаю, что с ним борются, это просто какая определенная акция. Но вот именно сама идея вот эта, то есть я ее не поддерживаю, борьбы с курением в общественных местах. Тут надо нормализовать именно систему курения в общественных местах. Это как бы раз. Второе, что я поддерживаю, это хотят ввести штрафы и запрет курения в подъездах жилых домов. Вот это поддерживаю полностью. Потому что в данном случае курильщик не ущемляется. Хочешь курить, кури у себя дома. И не надо при этом, как говорится, курить в подъезде, где, блин, так или иначе попадают в квартиры людей, которые не курят. И самое главное, они очень сильно гадят. Потому что курящие люди в подъезде, это чаще всего курящие сигареты. Потому что я сам курю, но я курю трубку. Я не буду курить в подъезде, как и в кафе чаще всего, потому что им просто некомфортно. Поэтому, соответственно, туда выходят люди, которые курят сигареты, бычки бросают где угодно, или какие-то вонючие баночки делают. И чаще всего засирают подъезд. Поэтому насчет подъездов я согласен, что в кафе нет. Вот теперь, собственно говоря, я примерно высказал свою идею. Это замечательно. Я просто... На такой степени меня все это возмущает. И даже у меня очень сложно. Да нет буквы. Первая часть общая. Да. Человек, который курит, он человек? Да. Он достойен уважения? Да. И это его право, курить или не курить. Вы его проинформировали, что курение вызывает рак легких, курение вызывает рак губы, курение вызывает атеросклероз, язвенную болезнью желудка, импотенцию. Вы все написали на пачках. Вы написали, курение убивают. Он проинформирован? Да. Тем не менее, он курит. Он человек. Вы обязаны его права соблюдать точно так же, как права некурящих? Или нет? Ну, так в этом и вопрос. Вот в этом и вопрос. В этом и вопрос. Вы слышите спич, как говорится. И тут река Ганг разделяется на две рукавы. Да. Рукава первая. Рукава первая называется Россия. Я живу недалеко от Третьего кольца. И для того, чтобы попасть на станцию метро, мне надо пройти по стеклянному переходу. Жуткому. Да? Над Третьим кольцом. Я официально заявляю, что в России борьба с курением аморально, бессмысленно и отвратительно. Согласен. Я даже понимаю, про что ты говоришь. До тех пор, пока по нашим дорогам ездят газенвагены, до тех пор, пока страна переполнена заводами, выбрасывающими в воздух мерзость, до тех пор, пока никто не собирается ни внедрять стандарт Евро-5, ни закрывать эти заводы, ни выводить людей из опасных зон, ни делать что-то с теми, кто живет около шагов, около химических заводов, в поселке Пугачево, где взрываются тонны снарядов. А до этого они газили, естественно, вместе с этой долбанной взрывчаткой. До тех пор, пока никто вообще не озабочен жизнью людей в этой стране, борьба с курением есть экономический прием. Все. Причем довольно-таки странно. Я даже говорю просто об этом, это даже не лицемерие, это, ну, ну, это, ну, это еще хуже, чем лицемерие. Фиг его знает вообще, что это такое. Это борьба с клопами в доме, где живут гадюки, кобры, эфы и прочие ядовитые змеи. Да. Не хочу даже об этом говорить, говорить хочу о Западе. Ты знаешь, об этом так иначе все равно придется поговорить, потому что это тоже шаблон. Знаешь, почему это? Ну, я понимаю, Андрей, что ты понимаешь мой посыл? Посыл ты всех послал. Что бессмысленно, ну что вы... Не-не, я говорю сейчас даже не окурение. Я заниматься перепланировкой кафе, когда вот я сейчас поеду на дачу по Гроковскому шоссе, и передо мной будет ехать огромная долбанная фура из Дагестана, которая будет прямо мне в лицо дымить сложной смесью фазгена и инициалистового калия. Нет, я-то с тобой согласен, я говорю, что я сразу понял про то, про что ты пытаешься сказать. Теперь о настоящей борьбе с курением. Вот о настоящей борьбе с курением. Значит, пожалуйста, делайте так, чтобы было всем хорошо. Вы делаете кафе, в которых люди не имеют права курить. Это нельзя делать. В кафе имеет право зайти любой человек. Курит он или не курит. Будьте любезны, так, спланировать, организовать. Я не знаю, что вы придумаете. Может быть, вы к каждому столу подведете вас буховод какой-нибудь. Или вы сделаете зал для курящих, зал для... Мне это все равно. Мне это все равно. Эти залы должны быть, во-первых, идентичны. Потому что, если окно выходит на красивую поляну взади длины курящих, курящий человек тоже вполне имеет право любоваться этой поляной из этого же окна. Из такого же окна. И все остальное неизбежно связано с ущемлением прав людей. До такой степени, что превращается на моих глазах в экономическую борьбу между компаниями, производящими табак и компаниями, производящими курительную марихуану. Ты знаешь, Юр, на самом деле, почему я-то привел этот пример? Даже не потому, что с государством это более не все понятно. Она все время создает какие-то странные акции. То борется с пьянством, вырубая виноградники. То борется с курением вот этими странными плакатами. То еще что. Причем плакатами. Продолжая продавать сигареты. Ну это лицемерие. Это даже не поднялся. Никакие сигареты, Андрей. Да, да, да. Пойди, купи вот эту пачку Мальбора сейчас в киоске. Вы начните борьбу с курением с того, что сделаете так, чтобы пачка Мальбора, купленная в киоске в поселке Раздолбаево, Курганской области, Заднежопского уезда, чтобы эта пачка сигарет была идентична той пачке сигарет Мальбора, которую я куплю в Гамбурге, в Нью-Йорке, где угодно. Вот это ты уже не дождешься. Никогда. Но суть не в этом, Юр. Я просто привел этот пример, что есть люди, на самом деле, которые в умах многих ассоциируются как борьбы с несправедливостью и так далее. Предположим, я хочу буквально цитатку привести из всемирно известного любимца господина Навального. Он тут долго раздражается по поводу курящих, говорит, а у нас любой чувак достает сигарки людьми, ему пофиг, курит вокруг или нет, даже дети, беременные женщины, маленькие котята, страдающие от табака, никого не останавливают. А курки? У нас же страна курка. В парке, пляже, скверы, улицы, подворотними всегда покрыты слоем окурков. Предполагаю, что этот пост не добавит ни популярности, ни... Но тут же занимается жестокую агрессивную позицию. Запреты, запреты, еще раз запреты. Только две меры, способные помочь обществу побороть курение. Тотальный запрет на курение в местах, повышение акциза на сигареты, ну и так далее. Тут он... Господин Навальный путает длинное с холодным. Он все смешал в одну кучу, и окурки, и не окурки. Да, я вот просто у себя написал в фейсбуке, что Навальный постался как неумный человек. Борьба с курением начинается там, где люди борются за максимальное удобство для курящих. Да. Сделайте так, чтобы курящий человек не отравлял вашу жизнь, ни в чем не ущемляя себя. Это раз. Второе, надо бороться с мусором как-то кривым. Окурки – это тот же мусор. Бумажки там, я не знаю, там, стаканчики, пустые бутылки – это тот же самый мусор. Это, понимаешь, это все следствие этой мысли, которую я имел несчастье высказать. Уважайте курящего так же, как себя, если вы не курите. Пусть ему будет так же хорошо, как и вам, и тогда вы не будете страдать от того, что он курит. Попытка ущемить курящих, загнать их в угол, ударить их по голове ценами, заставить их курить самим себе в штанах, приведет к тому, что курящих будет все больше и больше. У нас просто, видишь, как бы всемирная борьба друг с другом, пройдет к тому, что у нас курящие борются с некурящими и некурящие с курящими. И самое главное, есть другое противостояние – людей, курящих трубки и сигары, с курящими сигаретами. Предположим, есть другое смешное ущемление, я видел только в России. В кафе «Якитория» написано, что здесь курить трубки и сигары запрещено, а сигареты можно. Это круто! Я вот еще раз хочу сказать, господин Навальный и все прочие, кто не понимает самого главного, что когда вы не хотите, чтобы человек, который вам неприятен, стоял рядом с вами, не бейте его палкой по голове, не оскорбляйте его и не гоните, а сделайте так, чтобы он захотел уйти от вас подальше, потому что там ему будет лучше, чем рядом с вами. Вот же что! Вот где проходит водораздел между скотом и человеком. Жванецкий – замечательная фраза. Многие жалуются, как бороться, запах изо рта. Отойди к чертовой матери и запах вместе с тобой. Кстати, вот… То есть, если ты хочешь, чтобы человек от тебя отошел, сделай так, чтобы ему было лучше вдали от тебя, чем рядом с тобой, и он отойдет без угроз, без повышения цен на сигареты. Но дело в том, что это не беда России. В той же самой Америке… Беда России заключается в особом цинизме, как всегда, и больше ни в чем. Этого не понимают. То, что я сейчас сказал, не понимают и на Западе тоже. Потому что мой друг, который курит в Германии, он просто страшно возмущен. Он говорит, что такое вообще? Я потерял массу ресторанов. Сюда не зайди. Тут не кури. Тут не стой. Отойди в другую сторону. Да почему, черт возьми? Я что, прокаженный? От меня что, воняет портянками? Я что, фашист? Я отойду за другой столик, говорит он. Пожалуйста, где можно курить. Но пусть за этим столиком будет так же комфортно, как за тем, где сидит некурящий. Курение что, преступление? Возможно, но против себя. Ну, в данном случае, видишь, люди делают такой посыл, что человек курящий заставляет курить других якобы пассивным курением. Замечательно. Но это проблема, как же я сказал, кафе. Да я что, вот именно. Это проблема кафе. Как надо штрафовать кафе? Я не знаю, у кого надо штрафовать. Я знаю, что надо уважать курящего так же, как некурящего. И предоставить ему право умереть от рака лёгких, если он этого хочет. Да, видал этих старцев по 120 лет, которые не хотят умирать от рака лёгких. Это вообще... Особенно на Кавказ приезж, дымят с жёлтыми зубами. Вообще вопрос статистики, насколько курение связано с раком лёгких, кстати говоря, это вообще тяжелейший и отдельный вопрос. Как делается медицинская статистика? Я-то знаю очень хорошо. И могу сказать только два слова. Медицинский статистик всегда получает тот результат, которого от него ждут. Да. Вот это вот точно совершенно. Разные статистики, работая в разных группах людей, получат разные результаты в зависимости от поставленной цели. Это Нильс Борг, Копенгагенская трактовка. И экспериментатор получает всегда то, что он хочет получить. Невозможно проводить опыт, не влияя на его результат. Но это отдельная тема для разговора. Тут надо с цифрами в руках, у меня их нет. Да. Да. Поэтому заканчивая, да, я хочу сказать, в России с курением никто не борется. Я даже не хочу этот вопрос рассматривать. А на Западе борются с ним неправильно. Не только с курением. Не только с курением. Потому что это те же самые шаблоны. Совершенно. Шаблон сидит в голове один. Отойди от меня. Окей, я отойду от тебя, если там мне будет так же хорошо, как рядом с тобой. Знаешь, по общей теме нашей сегодняшней разговора, по шаблону как таковому. Как я уже сказал, что тут решает все, прежде всего, интеллект. Личность. Да, личность, интеллект. Насколько он сам выбирает себе шаблон. Я забыл, кто это сказал. Это же вот эта великая фраза, которая мне нравится. Что личная свобода – это право человека самого выбирать себе свою несвободу. Может, никогда не было с ней. Совершенно верно. Да, степень несвободы. Степень несвободы, да. Я давеча посмотрел серию нелюбимого тобой хаоса. Да. И там как раз был очень хороший пример разрушения вот этого шаблона как такового. Да. Как раз человеку тем или иным образом заставили обратить внимание на его шаблонной жизни, когда он живет с женщиной, когда вроде бы то, что они называют любовью, но при этом у него бы несчастливы. Да. Вот он и пошел, и я задал вопрос. Вот мы с тобой живем вместе. Нам кажется, нам надо разводить. Он говорит, почему? Говорит, я же люблю тебя. Он сказал, ты счастлива? Она сказала, нет. Тогда зачем мы вместе? Понимаешь? Это очень сложный вопрос. Отвечу зачем очень быстро. Есть люди, которым очень надо быть несчастными. Их огромное количество. Это другая история. Это та же история, называется она садомазохизм. Нет более прочных браков, чем брак, в котором один палач, а другой жертва. Ну это да. Это опять же наша тема про аутилизм. Самый прочный брак. Никакая развода не будет. И боже упаси, вмешиваться в это. Поэтому мне надо вот так ориентироваться на то, что тебе говорят люди. Люди всегда говорят тебе то, что ты хочешь от них услышать. Так что, да. Оставим. Саша удовлетворен темой про шаблоны. Глоброхо. Вполне. Вполне. Тема сисек раскрыта. Моих? Да. Потому что у меня тепло в груди. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Ура. Ой, наговорили. Хорошо. Хорошо? Очень. Главное, эмоционально, горячо, с чувством. С толстым. Ну, тогда выпьем чаю, чтобы охладить чувства.